Праздник, который объединяет поколения, день, который всегда будет символом героизма и отваги. 9 мая вся страна, вместе с ней и куряне, вспоминают тех, кто в кровопролитных сражениях отстоял родную землю и спас мир от фашизма. Сегодня 71-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Спасибо за мир, спасибо за жизнь и за возможность сказать великое искреннее спасибо. Спасибо за победу. Спасибо за победу. Спасибо за победу. Спасибо за победу. По традиции День Победы в Курске начался с возложения венковых цветов. Героям-курянам отдать дань памяти пришли первые лица города и области, жители нашего края и гости. Мемориальный комплекс Курская Дуга. В считанные минуты подножия стелы, курс город воинской славы и памятника маршалу Жукову окрасились в алый цвет. Ярче зажегся и вечный огонь. Красные реки, как напоминание о страшной войне и подвиге, который изменил историю. Не меньше курян пришли на мемориал советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В семье Умрихиных дух патриотизма прививают с ранних лет. Стараемся воспитывать в ребенке, чтобы она знала, понимала, что это праздник, это наша победа. Артем и Вера Зайцева гордятся своим семейным прошлым. Они из первых уст знают, каким был путь к победе. Теперь, как главную реликвию, память стараются передать детям. В кругу своей семьи, в кругу своих друзей стараемся поддерживать традицию празднования Победы. Вообще, для нашей семьи, в частности, это самый главный праздник. Самый главный праздник сегодня и у Марии Антоновны Климовой. В 43-м 18-летнюю медсестру отправили в саперную часть на Украину. Сегодня вспоминает, та юная девчонка боялась любого звука, но война научила быть сильной. Именно поэтому Мария Антоновна сегодня здесь, несмотря ни на что. Вот иду, еле иду, а хочется пойти, поясница, вот пройду и встала. Все. А тут нога стала пухать. Пришла по полоскам. Несломленные герои, благодарные дети, внуки и правнуки, самые маленькие куряне. 9 мая почтили память тех, кто не вернулся из боя, около 12 тысяч человек. Они скорбят, гордятся и в то же время радуются. Когда люди пропускают через себя любую проблему, в том числе и чувство патриотизма, чувство Родины, чувство семьи и так далее. Если это есть, значит мы с вами на правильном пути. Нам, ветеранам, можно только сказать спасибо вам, чем о том, что вы почитаете нас, о том, что вы храните память о всех событиях, дорожите этим делом. И прекрасно сказано, что Россия будет жить, пока она полна. Нас этим ветеранам очень радует. Мы знаем, что наша, ну что ли, за нами, есть за нами коммунитет. Это доказали и участники шествия «Бессмертный полк». По предварительным подсчетам, с портретами родных героев по главной улице Курска прошли порядка 45 тысяч человек. Сегодня я иду с портретом своего прадеда Фарапонова Григория Алексеевича. Собственно, я был назван как раз в честь этого моего прадедушки. К сожалению, моя бабушка его практически не помнила. Она была совсем маленькая, когда он ушел на войну. И с войны он так и не вернулся. Более 50 лет она ничего не знала о его судьбе. Он чистил себя в пропавшем без вести. И только уже ближе к 90-м годам отец провел очень тщательно, очень долгий поиск в архивах. И смог установить, что мой прадед погиб 12 августа 1942 года и похоронен в Тульской области. Я иду на шестые бессмертного полка с фотографией моего двоюродного деда Горзунова Ивана Егоровича, героя Советского Союза, который закончил свою биографию в должности заместителя командующего авиации военно-морского флота страны. Иван Егорович прошел всю Великую Отечественную войну. Они сбивали фашистские самолеты и топили корабли, строили мосты и возводили дамбы, сражались на передовой и работали в тылу, были командирами и рядовыми солдатами. Судьбы тысяч семей, общая память и бессмертный марш победителей. Ура! Ура! Участниками бессмертного полка стал и Николай Андреевич Михайлов. Глава региона лично пронес фотографию отца-героя. Великая Отечественная война унесла жизни 12 миллионов человек. Цена победы слишком высока, и мы не вправе забывать об этом. Редактор субтитров А.Семкин